Постижение Бога происходит в нашей жизни постоянно. Оно возникает и тогда, когда мы собираемся вокруг Священного Писания. Чтобы понять Библию, нужно пребывать в состоянии молитвы. В христианской церкви существует удивительная практика молитвенного чтения Священного Писания. Это чтение не в одиночку, а совместное. Читающий Священное Писание сам никогда не прочтет его так, как оно прочитывается всеми вместе. Почему мы должны читать Священное Писание вместе, а не только в одиночку? Зачем нам сообщать, читать то, что относится ко мне лично? Бог ведь говорит мне лично? Да, но он говорит лично и всем другим, которые в него верят, читают Евангелие и слышат его. Евангелие говорит не только обо мне или для меня, но и обо всех. Нужно вдумываться, вживаться в него и делиться опытом. Когда я делюсь с самым драгоценным и святым, я совершаю дело любви. А все Евангелие говорит о любви, о том, как нас любит Бог и как мы должны любить друг друга и его. Каждый из нас читает Библию через опыт только своей жизни, за пределы которого выйти не может. Поэтому ее понимание каждым человеком, даже ведущим праведную жизнь или имеющим необыкновенно обширные знания и глубокий проницательный ум, будет также частичным. Даром целостного прочтения обладает даже не тот или иной святой, но вся Церковь в целом. Когда же мы собираемся вместе, то можем расширить свой опыт, увидеть читаемый текст глазами другого человека, который может подарить нам свое понимание. Разумеется, это может произойти, если мы готовы принять его понимание как дар. Когда мы вместе читаем Евангелие и с любовью делимся с другими своими пониманиями, то из этого общения мы черпаем силы жить. Поэтому в таком собрании не следует сравнивать то, что было сказано разными людьми. Нельзя спорить и возражать, даже внутренне. Лучше дополнять друг друга. Среди собравшихся должен быть дух мира и внимательного, доброжелательного и благодарящего слушания другого. Бог там, где есть мир. Когда мы начинаем спорить, этот мир уходит. Даже тогда, когда нам кажется, что человек говорит что-то нелепое, мы должны не оценивать это, а принять его понимание как дар, смысл которого нам пока неведом. Мы постоянно живем в мире оценок, сами всех оцениваем и тем самым берем на себя роль судьи. Нам никто не поручал быть судьями. Более того, нам заповедано не судить никого. Не судите, да не судимы будете, призывает нас Господь. Евангелие от Матфея. Поэтому нам надо от этого судейства отказаться. Для многих становится настоящим открытием, что такой отказ необыкновенно плодотворен. Мы можем по-другому увидеть человека, которого, возможно, много лет знали, но до сих пор видели в нем не человека, а, например, то, что он, по нашему мнению, неправильно одет. Мы довольно часто навешиваем ярлыки «этот хороший», «этот плохой». Самое важное – попробовать отказаться от этого и посмотреть на человека непредвзято. Это оказывается трудно. Поэтому и Евангелие читать трудно, да. Имея такую оценочную сетку, мы в состоянии вычитать только полпроцента того смысла, который там есть. Поэтому мы должны учиться читать Священное Писание, не возражая, а дополняя друг друга. Когда собираются все вместе на молитвенное чтение, читается небольшой, часто хорошо известный всем собравшимся отрывок из Священного Писания. Ведущий просит людей затихнуть не только внешне, словесно, но и внутренне. Внутри нас постоянно течет поток речи, который иногда называют потоком сознания. Мы не слышим других людей, не слышим голос Бога, который нам что-то все время говорит, но говорит тихо. Нужно учиться не заглушать его своим внутренним разговором. Это очень трудно. Но все же этому можно учиться. Нужно остановиться в непрерывной оценке других людей, событий и даже самих себя. В молитвенном чтении очень важно поделиться тем, что Дух Святой открыл нам во время чтения. Если мы это утаим по застенчивости или по другой причине, мы как бы украдем у ближнего то, что нам не принадлежит. Возможно, кому-то это знание могло быть жизненно необходимым. Во время совместного чтения Священного Писания нередко открываются наши сердечные раны. Никто никому не лезет в душу с вопросами. Но Дух Святой так действует, что у человека возникает потребность поделиться тем, что у него на сердце. Он делает это открыто, исповедально, не стесняясь и не боясь, что его осудят. Потому что знает, здесь, в духовной семье, не осуждают, а любят друг друга и могут посочувствовать, взять тебя в свою молитву. После такой встречи вдруг открывается, что в этом отрывке был скрыт целый океан смысла, который мы раньше совсем не замечали. Не только один человек, но никто из собравшихся. Вместе мы помогли открыть друг другу пространство смысла этого отрывка Священного Писания. Молитвенное чтение Священного Писания заканчивается благодарением. Бога благодарят за то, что Он собрал всех вместе вокруг Своего Слова, которое помогло каждому увидеть себя, ближнего, поделиться друг с другом тем, что нам открыл Дух Святой. За радость общения, за возможность быть вместе. Общение в любви всегда всех радует. Вот почему после молитвенного чтения Священного Писания, как и после общинной трапезы, перед тем, как разойтись, нередко возникает желание выразить эту радость пением псалма. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Источник Архимандрит Виктор Таинство жизни Субтитры создавал DimaTorzok